Сегодня Ирине Вадимовне исполняется 70 лет. Казалось бы, почтенный возраст, но звезда фильмов Москва слезам не верит, самая обаятельная и привлекательная и не думает об отдыхе, она по-прежнему придана работе, которой посвятила большую часть жизни. Потери единственного и любимого Муравьева одна из немногих актрис, которая на протяжении всей жизни была и остается верной одному мужчине. Более 40 лет она жила в браке с режиссером Леонидом Эйдлиным, которого не стало почти пять лет назад из-за инсульта. Актриса тяжело переживала уход родного человека, ради которого была готова без капли сожаления расстаться с карьерой. История любви режиссера и актрисы началась в Центральном детском театре. Эйдлин пригласил Муравьеву в свою постановку «Сказка о четырех близнецах» на роль Бонки. Вскоре оба поняли, что между ними есть что-то большее, нежели рабочие отношения. Новость об их браке была стала сюрпризом для окружающих. После свадьбы молодожены переехали в комнату Леонида. Первое время Ирина очень тосковала по родительскому дому. Во время первого ужина с мужем она не могла сдержать слез, настолько ее тянуло назад, в отчий дом. Большие дети, большие проблемы. В 1975 году у супругов родился первенец, которого назвали Даниилом. 12 лет спустя Ирина Муравьева подарила мужу второго наследника, Евгения. В 2005 году на свет появился первый внук актрисы, Иван. Однако отношения старшего сына Ирины Вадимовны с мамой мальчика не сложились, и артистка потеряла возможность полноценного общаться с Ваней. Об этом Муравьева говорить не любит, поэтому остается только догадываться, как сейчас с этим обстоят дела. Что касается младшего сына актрисы, то поначалу он связал себя с телевидением, а несколько лет назад решил заняться бизнесом. Евгений Идлин открыл в центре Москвы гастропаб под названием «Рыжая борода». Заведение пользовалось большой популярностью, но длилось это недолго, его пришлось закрыть. «Бар я продал», — делился Евгений. Теперь у него иное название и другие владельцы. К слову, некоторые из сотрудников «Рыжей бороды» жаловались, что так и не получили причитающиеся заработные платы. Комплекс неполноценности в свое время актриса призналась, что была воспитана в строгости, несмотря на это, она считает это правильным. Страх перед родителями был настолько велик, что Ирина Вадимовна на протяжении всей жизни пыталась соответствовать правилам, заложенным в семье. «Родители были строгие, я знала, что можно и особенно, что нельзя, а нельзя было ничего. Можно было делать только то, что нужно, ходить в школу заниматься музыкой, приносить хорошие отметки, дружить с хорошими девочками», — признавалась Ирина Вадимовна на телевидении. «Я почему редко давала интервью, очень боялась сказать что-нибудь глупое, или наоборот из-за известности распущу перья, а это будет так стыдно, родители покраснеют, мама скажет, в своем ли ты уме детка». Муравьеву очень удручал тот факт, что она так и не удосужилась услышать слов похвалы от отца. «Меня очень долго преследовал комплекс неполноценности. Я боялась, что я очень страшная, замуж точно не выйду. Я просто хотела играть в театре, а кино даже не думала. Папа вообще ни разу не сказал, хорошо я сыграла или нет. А мама после карнавала начала мной гордиться», — рассказала актриса. Нервный срыв, в возрасте 40 лет у Муравьевой случился кризис. Она покинула театр имени Масовета, где долгое время работала и чувствовала себя настолько ненужной, что хотела навсегда позабыть об актерской профессии. «Тогда я хотела покончить с театром и искусством. Я вдруг с ужасом поняла, что моя карета разбилась, а я не реализовываюсь. Не нравлюсь ни себе, никому. Все плохо, все ужасно. Все кино уже позади, и вообще все позади», — вспоминала Муравьева. Нелегкие времена прошли, и Ирина Вадимовна продолжила радовать зрителей своими ролями. К слову, юбилей Ирины Муравьевой совпадает с гастролями в Израиле. Здесь актриса выступит с антрепризной постановкой на струнах дождя.